На пороге эры Водолея Москва превратилась в огромный мегаполис. Настоящий новый Вавилон, в котором удивительным образом сохранились реликты далекого прошлого, благополучно пережившие столетия развития цивилизации. Город населяют ведьмы и колдуны, и люди по-прежнему, как и много веков назад, пытаются увидеть свое будущее в свете магического кристалла, не подозревая, чем грозит визит в Зазеркалье. На окраине огромного города живет и работает Марина Борман. В отличие от большинства своих коллег по магическому цеху, магистров, знахарей, экстрасенсов, биоэнергетиков, Марина Борман не смущается, когда ее называют колдуньей или ведьмой. Марина утверждает, что, как и всякая настоящая ведьма, обладает даром ясновидения, и не раз находила пропавших людей, живых или мертвых. Собственно, так и обнаружились ее необычные способности, когда в пять лет девочка Марина почти ослепла. И тогда включилось некое внутреннее зрение. Однажды мне, да, года, наверное, полтора назад, да, предложили сто тысяч долларов за, чтобы конкурент просто, ну, просто, ну, было все естественно, да. Я бы могла решить все свои материальные проблемы. Но это у меня дети. Как я жить-то с этим буду? Марина сознательно избегает слов смерть и убийство. Но ясно, что речь идет именно о киллерском заказе. Хотя магический рэкет, о котором мало кто слышал, скорее исключение из правил для практикующих магию. Хотя бывает и такое. Повальное обращение россиян к оккультизму наблюдалось почти сто лет назад. В начале 20-го века, на фоне великих войн и революций. И вот новые потрясения национального масштаба. В сердцах многих людей поселились страх и растерянность. Привычный мир вдруг стал неузнаваем, как будто перевернулся в зеркале времени, теперь лишь отдаленно напоминая прежнее. Многие россияне в отчаянии и безысходности не видят для себя иного выхода, как прибегнуть к силе магии и колдовства. Ритуальная комната или приемный кабинет ведьмы погружена во мрак. Воздух пропитан ароматами благовония. На полках и на полу загадочные фигурки животных и непонятных существ. Предметы мистического назначения. Засушенные ящерицы, колдовские эликсиры. Весь этот антураж не может не производить сильнейшего впечатления. Своеобразная психическая атака на человека, который и так не в своей тарелке. Если человек закрыт, не верит в чудодейственную силу колдовства, магия может и не сработать. Впрочем, скептики сюда заходят редко. Перед обрядом выкладывают книгу заговоров и заклинаний. Не вздумайте туда заглянуть, строго предупреждает колдунга. Мы не собирались. Ритуал черной магии требует использовать и этот страшный реквизит. Рисунок, как будто начертанный детской рукой, на самом деле изображение сатаны. На него лучше долго не смотреть. Какая проблема заставила вас обратиться ко мне? Вы знаете, я бы хотела быть с одним мужчиной очень сильно, но пока не получается. Я предлагаю вам на выбор две-три магии. То есть белая магия, красная магия и черная магия. Если вы хотите очень сильный эффект, то это черная магия. Насколько это опасно? Вы знаете, в принципе, если вы твердо решили быть с этим человеком и не бросать его, то это, в общем-то, не очень опасно. Если просто отомстить, поиграть, то это очень опасно. Хорошо, я согласна. Но, единственное условие, я не беру никакого греха на душу. Берет тот, кто заказывает черную магию. Я иду просто как посредник между вами. Марина работает по почерку неизвестного мужчины. Его фотографии под рукой не оказалось, но это не важно. Теперь он будет приворожен к этой женщине внезапной и необъяснимой для него страстью. Из десяти приворотов, два приворота, как правило, не получается. Ну, как бы там, с какой бы стороны не подходило, мне это все. Потому что у каждого человека есть ангел-хранитель. И как бы вы его не привораживали, да, то есть, ну, то есть, он его охраняет. Марина считает свою работу абсолютно честной. Если уместно говорить о честности в колдовском ремесле. По данным опроса фонда «Общественное мнение», в 2002 году каждый четвертый россиянин хотя бы раз обращался за помощью к экстрасенсам и целителям. Только 10% твердо уверены в том, что все они просто шарлатаны и жулики. Есть заказ, есть специалисты. Вот, скажем, сравнить недавно, в советские времена, подобными вещами занимались только, ну, скажем так, в силовых структурах и закрытых ведомствах. Потом то же самое было выплеснуто, когда рухнула фактически система, на улицу. По неофициальным данным, годовой оборот этого своеобразного бизнеса составляет полтора миллиарда долларов. Главным борцом со служителями оккультных сил и всевозможными сектами в России можно считать православного священника отца Анатолия, работающего на Крутицком подворье. Еще в 1995 году, по официальным данным, на каждые 500 жителей россиян России приходился один колдун. Это было в 1995 году. Прошло 7 лет. Я думаю, сейчас число колдунов, магов, экстрасенсов, а экстрасенсы это те же маги, это так называемые белые маги, я думаю, что их число значительно возросло. В жизни колдунья Марина обыкновенная женщина. На улице можно не обратить внимания, если она сама этого, не дай бог, не захочет. У нее два сына, старший учится медицинским. К профессии мамы оба относятся спокойно. Хотя, конечно, слегка стесняются и друзьям, наверное, не рассказывают. У меня когда, в принципе, вот все началось, это в 90-х годах, муж был в ужасе. Честно, был в ужасе. Он слишком правильный человек, такой порядочный человек. Он, честно, был в ужасе, вплоть до того, что у нас даже чуть семья не разлетелась. А потом как-то... Сывыкся, а потом, понимаете, это дело доходное. По-русски говоря, это доходное. Я работаю за деньги. А вот открывать свое ремесло соседям Марина опасается. Как говорится, от греха подальше. Так что вы можете не подозревать, чем занимается какая-нибудь Мария Ивановна с вашей лестничной площадки. Отличить, может быть, можно только по глазам. У них совсем другие глаза, чем у обычных людей. А еще можно их отличить, наверное, потому что они не хотят быть на виду. К сожалению, так сложилось исторически, что с тех пор, как правил мира молод ведьм, помнишь этот трактат? С тех пор ведьмы стали прятать. Люди, соприкоснувшиеся с темной стороной колдовства, рассказывают свои истории весьма неохотно. Вот и Веронике вспоминать об этом эпизоде своей жизни не хочется. Она согласилась поговорить с нами только лишь в надежде на то, что ее рассказ поможет кому-то избежать подобной страшной ситуации. Я познакомилась с Мухаммедом несколько лет тому назад. Он приехал в Россию учиться из Марокко. И через некоторое время мы поженились. Я тогда не знала, что у него на родине осталась жена и трое детей. Я очень удивилась, что она однажды приехала в Россию. Я встречалась с ней несколько раз. Она как-то странно, пристально на меня смотрела все время. А потом со мной стали происходить непонятные вещи. Я как будто куда-то проваливалась. Я не понимала, вдруг сплю я или это все происходит наяву. Все время какие-то были видения. Все материальные вещи вокруг меня, они как-то расплывались, изменялись. Там улицы, дома, машины. Небо как-то переворачивалось. Однажды я проснулась. Не помню, это был день или ночь. И я почему-то стояла на краю балкона. Я пошла к психиатру. Это было все безрезультатно. Потом я ходила в церковь, ходила к экстрасенсам, к этим... ...к гадалкам. И вот одна... ...колдуня мне однажды сказала, что... ...на меня наложили заклятия. И что корни этого заклятия, они лежат на востоке. Что есть, скажем так, восточная магия, да, вот эта страшная магия? Это действительно магия колдунов, которые вызывают сущности, живущие в низком астрале Земли. А их там немало живет. И как бы... И они плодятся в том плане, что мы сами люди их подпитываем своими отрицательными эмоциями. Это как некое болото, откуда можно просто вызвать... ...вот такого черта, сущность эту, и подсадить к человеку. И с человеком тогда будет твориться, да, страшные вещи. То есть он собой владеть просто временами совершенно не будет. И вот вытащить... ...вытащить эту сущность действительно очень тяжело. Нужно обладать не просто огромной волей, но и правом... ...правом быть хозяином над этими сущностями. Мухаммед поехал на родину к себе и... ...привез оттуда какого-то старика. Мухаммед завел меня в комнату за шторенными окнами. ...кто-то в темном вошел. И я больше ничего не помню. Потом Мухаммед рассказал мне, что этот старик, оказывается, известный марокканский колдун. И что вот в этой комнате он ввел меня в гипно-транс. И как бы стал разговаривать по-арабски с дьяволом, который находится внутри меня. А этот дьявол через мои губы, через меня отвечал ему. Таким приглушенным голосом, низким. И с стороны казалось, как будто это я разговариваю. ...на каком-то непонятном языке. Ну вот. После этого все кончилось. Все мои эти наваждения. ...слава Богу. А Мухаммед уехал... ...к тебе на родину вместе со своей семьей. Начало истории магии и колдовства, говоря современным языком, экстрасенсорики и биоэнергетики, теряется в глубине веков. Шаманы, волхвы, оракулы, астрологи, ясновидцы, маги, колдуны, ведьмы, ворожей... ...богат и разнообразен отряд профессионалов по общению с сатаной и злыми духами. Сменяя друг друга под разными именами в разные времена и в разных землях, они перешагнули века. Некоторые ритуалы с элементами жертвоприношения живут и сегодня. И каждый из нас принимал в них участие. Проводы масленицы. Огненные колеса очищающего огня. Жертвоприношение, сжигание злой зимы. Блины, как жертвенный хлеб, в форме символа главного божества Солнца, Ярилы. Аналогия с магическими обрядами очевидна. В древнем-древнем мире, то там ведьмы, я думаю, не боялись совсем даже, а уважали и почитали, да, в более диких вот племенах тех. Почему? Потому что это человек, который ведал, который знал, который читал знаки судьбы, который рассчитывал, хорошая будет охота или плохая будет охота. Надо переходить в этот день со стоянки на стоянку, и нельзя этого делать. Потому что, если мы будем, мол, вот с этой точки зрения смотреть, ведун, да, ведьма, то это, в принципе, благо для человека, да, было. Потому что он сам боялся поверить самому себе, он верил тому, кто знал. Но вот пришло христианство и попыталось искоренить древние традиции, стереть в народной памяти образы старых богов и духов. Все, что не укладывалось с канона церкви, было объявлено ересью, которую следовало выжигать каленым железом. Вера превыше всего. Своебразным манифестом охоты на ведьм стала книга, написанная двумя монахами-доминиканцами. Молот-ведьм не только подробно разъяснял богопротивную сущность и описывал мерзкую жизнедеятельность ведьм и колдунов, но предлагал также практические советы, как их распознать, разоблачить и уничтожить. Нельзя не указать, какую великую услугу Инквизиция оказала человечеству тем, что уничтожила огромное количество ведьм. В течение 150 лет в Испании, Италии, Германии сожжены по меньшей мере 30 тысяч ведьм. Подумайте лишь, если бы все эти ведьмы не были истреблены, какое неимоверное зло они причинили бы всему миру. Восхищается проделанной работой Инквизитор со страниц Молот и ведьм. Уважаемых в древнем обществе людей, колдунов и шаманов подвергли страшному астратизму. В новом христианском обществе им места не было. Но став изгоями, они не исчезли. Просто уходили подальше от селения, если успевали спастись от костров Инквизиции. Борьба с ересью унесла сотни тысяч невинных людей, обреченных на смерть наветами и случайными обстоятельствами. Тест на связь с дьяволом был изобретен незатейливой, но весьма своеобразной. Человека сбрасывали связанным в воду. Ведь вода – символ чистоты и святости. В ней происходит таинство крещения, и она отринет любую нечисть. Выплыла – точно ведьма, пожалуйте, на костер. Утонула – жаль, истинная была христианка. Можно рассматривать магические практики как элемент язычества, то есть многобожие и вообще поклонение другим богам, естественно. Можно рассматривать их как некое дьяволопоклоннические практики. Можно, можно. И церковь в определенные моменты исторического развития делала акцент на те или иные аспекты этих практик. Например, в Средневековье – это печальный опыт инквизиции, когда во всем усматривалось проявление власти князя тьмы, власти дьявола. Песня «Избавь нас, Господи, от всякого зла, даруй милостивого мира не нашу, чтобы силой милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения». Магический салон в центре города, в двух шагах от Старого Арбата. Никакой вывески. Здесь работает так называемая группа поиска. Сразу предупреждают – мы не ведьмы, чернухой не занимаемся. Это в смысле черной магии. В день сюда приходит полтора десятка клиентов. Гадание на картах ТОРО – полторы-две тысячи рублей. Сеанс ясновидения до трех тысяч. Поиск – удача в бизнесе – примерно по сто долларов. Большинство обращающихся за помощью – женщины. 90% просьб из области сердечных дел. Отворожить своего любимого, приворожить чужого, вернуть в семью, увезти из семьи, привязать навечно, снять венец без врача. Немногочисленный контингент – мужики с потерянными деньгами, угнанными машинами и утраченной удачей в бизнесе. И снова женщины. Вылечить сына, мужа, любимого от алкоголизма, наркомании, избавить от плохой компании, спасти от тюрьмы до суммы. Любой салон или центр совмещает в себе функции кабинета психоаналитика, наркодиспансера и ГУВД. Человек, который верит в магию, верит в силу колдуна, он уже настраивается психологически на то, что колдун может что-то с ним сделать. И действительно, такой человек психологически и духовно не защищен. И, как говорят психологи, у этого человека наблюдается феномен открытого сознания. То есть, сознание человека открыто для любого воздействия колдуна или секты. Человек становится рабом колдуна. Как это происходит в реальной жизни, рассказывает Виктор. Вполне благополучный бизнесмен в средней руке. Мода такая пошла. Заговаривать все. Купил дорогую иномарку, заговори. Купил квартиру, заговори. Ну, а уж коттедж построил, так тем более заговори. Ну, и я тоже этого, конечно, не избежал, так сказать. Нашли колдунью. Ну, а что там пришла там, что там пошептала, в бубен постучала, чего-то там такое, побурчала. Сколько там? Тысячи две, наверное. Да. Это не карманные деньги. Вот, а потом сынишка заболел. Жена говорит, ну, давай колдунья. Я говорю, ты что колдунья? Ну, перепробовали всех врачей. Пришлось опять идти колдунья. Ну, встала она там каждую неделю. Какие-то там эти самые заговоры, приговоры. А что толк? Ничего не помогает. Врачи сказали, ничего не поможет. Но она все равно, как бы, сделаю, сделаю. Ну, приговаривала, приговаривала. Ничего не помогло. Короче, умер сын. Пяти лет не было. Колдунья. А жену после этого как подменели, как на иглу подсела, как наркоманка какая-то. Каждую неделю к этой колдуне. Чего тебе там? Что она такого тебе там, такого шепчет? Что она говорит? Нет, только к ней и в слезы, и сразу к ней туда. Дайте, добери сколько угодно, пожалуйста. Уж сколько денег. Я не считаю это ради бога, это не тот разговор. Но как, как привязанное. Каждую неделю все проблемы с этой колдунью решает. Вот так. Так и живем. Я знаю немало случаев, когда целые большие состояния, они выманивали у богатых людей, обращавшихся за так называемую помощью к колдунам. Богатые машины, дома, коттеджи. Все это переходило нередко в руки колдунам, шарартанам и магам. Анна ищет своего пропавшего мужа. Все было хорошо, и вдруг как подменили. Злой, раздражительный, неадекватный, на работе проблемы. А потом и вовсе исчез. Уже пару месяцев Анна его не видела. Такие вот дела. Но у медиумов, похоже, есть ответ. Отчистив руки над огнем свечи, они совершают пасы руками. Предварительный диагноз зомбирован на другую женщину. Спиритический сеанс это вроде как подтверждает. По фотографии, по любой личной вещи, они обещают выстроить энергетический фантом пропавшего человека. И вступить с ним в контакт. Алексей. Алексей. Стал образ. Что с тобой? Почему ты ушел от Анны? Мне плохо. Что такое? Я не пойму, что со мной происходит. Я ушел, потому что люблю другую. Но и ее не люблю. Вот видишь? Да. Это кодирование. Приворот. Магические ритуалы, они, ну скажем так, эквивалентны телефонным номерам. Допустим, вот вы для того, чтобы получить какую-то услугу. Допустим, вызвать такси. Вы знаете номер телефона, набираете его, звоните, говорите, мне такси. Все понятно. Все сработало. То же самое можно сделать какими-то магическими действиями и вызвать таким же образом какую-то, скажем так, помощь от верхних сил. Внешних сил, как угодно это назовите. Нечеловеческих сил, скажем так. Магический шар из горного хрусталя, привезенный из Египта, делает действие более значительным. Правда, сами ясновидящие дамы честно признают, что многочисленная атрибутика больше нужна клиенту, чем самому магу. Хотя горный хрусталь испокон веков славился магическими свойствами. Анна, как и все после сеанса, уходит в смятение, не зная, верит во все эти чудеса или нет. Хотя вряд ли она откажется от попыток возвратить себе мужа при помощи магии. Иногда просто стоит поговорить от... И отговариваешь человека от колдовства. Потому что приходят верующие, ходят в церковь и все прочее, да. Но несовместимо магия и церковь, да. Но это грех, честно. Приворот – это грех. Когда делается вот обычный приворот, полуграмотный, скажем, какой-нибудь тетушкой, претендующей на то, что она вот что-то такое имеет право сделать, то что происходит? Чаще всего приносит фотографию, да, начинает туда наговаривать, там, тикать иголками, не знаю что. Что происходит с этим мужчиной? Он начинает болеть. У него начинаются неприятности на работе. Он чаще всего попадает в автомобильную какую-то, хоть небольшую, но аварию. Он может начать пить. С ним может происходить самые неприятные вещи. Но жене, к сожалению, в это время все равно. Она говорит, пусть плохонький, да мой. В то время как одни люди в постпересрочную эпоху искали помощи у магии, другие на этом зарабатывали деньги. Наташа стала работать в салоне магии не от хорошей жизни. Так сложились обстоятельства. О моральной стороне дела она не думала. Мы с моим мужем жили в Сибири. Он был военным, зарабатывал очень хорошие деньги. В советские времена было очень престижно выходить замуж за военного. Но когда началась перестройка, армия развалилась, зарплату платить перестали, и мой муж запил. А я со своей зарплатой музыканта, преподаватель музыки, естественно, нам денег не хватало. Как-то раз иду я по улице и встречаю свою подругу, знакомую. Мы зашли в кафе, разговорились. Она спросила, чем я занимаюсь. Я сказала, что ничем особенно. Она сказала, что она работает в салоне магии. Я очень удивилась, спросила, что она обладает какими-то экстрасенсорными способностями. Я сказала, что нет, просто она умеет выслушать людей, пообщаться. И все, собственно, колдовство. Через месяц она мне перезвонила, спросила, как мои дела. Я сказала, что никаких особых изменений нет. Она предложила мне поработать в салоне вместе с ней. Говорит, у нас секретарь, магистр, выходит в декретный отпуск. Не хочешь ли ты попробовать себя на ее месте? Я говорю, ты что, я ничего не умею, не обладаю никакими способностями. Она сказала, не волнуйся, научим, поможем. Во-первых, нужны деньги, купишь себе дубленку. Ну, я согласилась. Сначала как-то мне было сложно, я смущалась. А потом постепенно втянулась, заметила, что все получается, люди идут. В основном идут женщины со своими проблемами. Я помогаю, могу выслушать. Конечно, лечением я не занималась. Но так дать какой-то совет со стороны, это очень легко. Так где-то полтора года я проработала. Потом мой муж нашел себе работу. И все образовывалось. Я, конечно, не обладаю никакими тайными знаниями, и не ведьма, и не колдунья. Но люди приходили, приносили деньги. Я считаю, что бизнес есть бизнес. Как же отличить настоящего мага, если таковые есть в природе, от жулика и шарлатана, в существовании которых сомневаться не приходится? Для многих это прозвучит невероятным, но есть ученые-мужи, которые берутся проверить экстрасенсорные способности знахарей и биоэнергетиков. Или, говоря по старинке, колдовские способности ведьм и магов. И при помощи нехитрых приборов определить, кто из них мошенник, а кто реальный специалист. Своебразная аттестационная комиссия на профнепригодность расположена в полуподвале Старого Дома на Рождественском бульваре, у самых стен монастыря. В лаборатории биоэнергоинформатики, как ты сразу вспоминаешь, понедельник начинается в субботу с Тругацких. Помните НИИЧАВО? Институт чародейства и волшебства. В нелегких условиях выявляется колдовская сущность. Встретить здесь колдуна – плевое дело. Некоторые салоны магии присылают сюда на проверку своих экстрасенсов. Опасаются обмана. Почему-то снег я вызвать могу, а вот почему-то дождь я вызвать не могу. Значит, когда сильный ветер, я обычно могу осмотреть. То есть я могу входит в литр. Это у меня получается. А быстрых ветер я не могу. В средневековой Испании с облакогонителем была такая колдовская специализация, долго бы церемониться не стали. Был в Турции, значит, в октябре. Там было, значит, человек 800. Что-то какие-то там только чудеса мне. Значит, я побережью, вот все там, тысячи километров, и вот минут за 10 раздевал. А не то чисто просто. А вот на этот раз не получилось. Ну что ж, бывает. Облака неподходящие. В любом деле бывают сбои. Тем более в таком. Станислав Зенин, заведующий лабораторией биоэнергоинформатики Института нетрадиционной медицины, относится к своим клиентам спокойно, и с тем, что сбор, при помощи которого он определяет экстрасенсорные возможности, не главное. Здесь все дело в методике. Теория памяти воды, несущей и хранящей информацию, настоящее открытие 20 века. К нам с 1996 года регулярно обращаются различные экстрасенсы, биоэнерготерапевты с просьбой определить их биоэнергетические способности. Мы разработали для этой цели прибор, который основан на очень простом свойстве воды, менять свою структуру под влиянием биоэнергетического воздействия. Мы фактически определяем силу его биоэнергетического воздействия. Очень высоких показаний не так много, это процента 3. Обыкновенный человек, если он будет воздействовать на воду, он может дать примерно 3-5 микроампер. Классический биоэнергетерапевт, который занимается целительством, то его масштаб возрастает сразу где-то от 20 до 40 до 80 микроампер. И есть такие рекосмены, которые дают сотни микроампер изменения свободности воды. И даже чемпионы, у нас максимальный результат, который мы получали, это 7 тысяч микроампер. Абсолютная магия, потому что я не знаю, как оно устроено. Этот человек находится на уровне клавературы от компьютера и монитора, где он что-то как-то мутно видит. Может послать какой-то запрос, получить ответ. Но чтобы это взять в руки с помощью какой-то техники, пока нет. Вот влияние этого потока информации на живой и неживой объект, это регистрируется, регистрируется однозначно. Но что при этом происходит, как это происходит, нет, не получается, не фиксируется. То есть здесь только конечный результат. А поэтому, в общем-то, официальная наука часто к этому относится как к идиотизму откровенно. Наука и церковь, как ни странно, иногда имеют весьма схожие позиции. В душепопечительский центр Иоанна Кронштадтского на Крутицком подворье приходят те, кто пострадал от демонских сил и чертовщины. В приемной всегда толпится народ. Среди пострадавших и пациенты магических салонов, и довольно часто сами маги. Маниаками, депрессивными расстройствами, тягой к суициду страдают и те, и другие. Приходят и покаятся. Люди, которые вроде как связались с темными силами, демонами и бесами, но вовремя спохватились и теперь хотят вернуться к Богу. У тех, кого, как раньше говорили, бес попутал, приходится лечить и душу, и тело. Отец Анатолий не без гордости говорит, что сатанисты обрекли его на астральную смерть. То есть предали своей дьявольской анафеме. Отец Анатолий, я, начиная с 92-го года, то есть уже сейчас почти 11 лет, занимаюсь практикой рейки. Вы, наверное, знаете, что это такое. Целительская практика. Да, вы же мастер рейки. Да, я обучал много лет других. А вы отрицательное влияние на ваших подопечных рейки видели? Да. Видели? Да. И какие-то были отрицательные влияния? Если брать с медицинской точки зрения, то, конечно, у многих психическое равновесие нарушается. Влечите ли какие-то психические отклонения? Да. Они становятся заметными. Причем, ну, медицина, может быть, это оценит как психическое отклонение, а вот если с позиции церкви смотреть, то это просто момент одержимости. Рейки – одно из новомодных увлечений. Восточная духовная практика. Школа много, но все это против Бога. Грубо говоря, один черт. Просто на балкон выходишь покурить, и причем совершенно все нормально. Никаких поводов для переживаний, каких-то жутких событий в жизни нет. Выходишь, а стоишь, а изнутри вот такой вот зов, предложение. Ну, прыгни, ну что ты? Ну, прыгни. Причем так это настойчиво, убедительно, так доверительно. Ну, давай, 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 прыгай. Вот. И я знаю, что этот зов может идти только от сатаны, только от духа зла и больше ни от кого. История свидетельствует, что нынешнее увлечение всевозможным оккультизмом родилось не на пустом месте и имеет под собой благодатную почву в прямом и переносном смысле. И знаменитая Суховья башня, которая когда-то стояла вот там, а сейчас за моей спиной там площадь, и линии метро прервали таинственный подземный ход. Черные капища, равных, как и черные мессы, шабаши, ведьм, так называемых, в разные века, были свойственны для подземной Москвы, где проще было укрыть капища. Конечно, подземлю. До сих пор мы натыкаемся на остатки таких, можно сказать, легендарных и давно забытых мест. И могу сказать вам, что там достаточно много таинственных знаков на стенах, каббалистических знаков, которые рассказывают о допотопных временах, когда люди еще только создавали чернокнижи и молились князю тьмы. Были среди них несерьезные ведьмы, о которых умалчивает почему-то история. Те, кто действительно гадали на костях мертвеца для того, чтобы сжить кого-то со свету. И до сих пор страшные проклятия, которые остались в этих подземных квартирах, ведьм, в подземельях Сухаревки, они могут иметь очень серьезное обоснование нынешний день. И как бы они могут давлеть над этим местом. Люди, которые этого не знают, проникая в эти тайны, в эти старые штольни, в эти заброшенные лабиринты, рискуют заболеть, в общем-то, неизлечимыми заболеваниями и получите древние сухаревские проклятия, которые живы до сих пор. Сегодня найти учебное пособие по колдовству не составляет труда. Книжный магазин в центре Москвы. Раньше подобную литературу можно было найти только в исполнении подпольного самоздата. Теперь она открыта для широкой публики. Особый интерес у представительниц прекрасного пола. Можно познакомиться с жизнеописанием известных магов, чародеев и алхимиков. А можно сразу заняться практическим овладением ремесла. Вот, скажем, самое известное заклинание. Это абракадабра, читается сверху вниз, справа налево и наоборот. При каждом звуке заклинания из бездны ада вроде как вызывается по одному злому духу. Это своеобразная графическая таблица духов и демонов. У каждого свой знак и предназначение. Текст еще одной ведьмовской песни. Понять здесь ничего невозможно. Быть может, это искажен не древневосточный язык, а может быть, просто набор звуков. Ведь сила заклинания не зависит от прямого смысла слов. Вложить в него магическую силу может только ведьма или колдун. Существуют сборники старых наговоров и заговоров, которые передаются из рук в руки, из поколения в поколение. Но считается, что настоящий маг может и сам сочинить заклинание. Кентакль, талисман или каббалистический знак для ритуала можно начертить от руки. Изображенный знак является условным выражением мысли или закона. Этот знак для злых начинаний. Этот для добрых. Так выглядит амулет, предохраняющий от опасностей. А этот должен принести вам богатство. Магический кристалл приобретен в одном из магазинов. Здесь же страшные африканские маски для ритуалов вуду. Шаманский бубен вообще не вопрос. Чтобы оформить магический салон на дому, осталось только прикупить благовоний. Магнолия отгоняет страхи и тревоги. Тубероза опьяняет и возбуждает. Яланг расслабляет и дает ощущение счастья. А джигул и вовсе отгоняет ведьм и демонов. Да, забыли предупредить. Все это сработает, если вы добровольно продали душу дьяволу, или вы просто наследственная ведьма. Тогда у вас на теле есть соответствующий ведьмин знак. Радимое пятно необычной формы, нечувствительное к боли. О своей колдовской силе никому не рассказывайте, а то в мгновение ока утратите ее. Нет знака, не отчаивайтесь. Деньги можно заработать и без тайных знаний. И никто вам не запретит принять участие в Вальпургевой ночи, главном событии года для ведьм и колдунов. В ночь с 30 апреля на 1 мая. В каждой женщине живет ведьма. Это уж точно. Согласно формуле колдовской пирамиды, любое задуманное и осуществленное действие или событие в жизни – это и есть магия. Или энергетическое программирование, как говорят экстрасенсы. Также, когда женщина готовит, особенно когда она замешивает тесто, тесто – субстанция живая, она прекрасно берет информацию, увеличивает ее в объеме, когда тесто поднимается. Когда, скажем так, она в прекрасном настроении, прочитав молитву, подумав о том, что эти пирожки, которые съест ее семья, сделают всех лучше, чище, здоровее, веселее. И, естественно, результат не заставит себя ждать. Не забывать об этом ни один день не забывать о том, что все время ты сталкиваешься с живой субстанцией, которая в твоих руках может стать или ядом, или панацеей. Вот это пора помнить. За окном давно не Средневековье. Нет вроде ведьм и колдунов, но есть экстрасенсы и биоэнергетики. Суть от этого не меняется. Время беспредела новых распутиных, Кашпировского и Чумака, слава Богу, миновало. Но это вовсе не значит, что времена работы с телеаудиторией канули в лету. Скорее наоборот. В эру водолея масштабная работа с биоэнергетикой народных масс пошла в гору. Ведь решать надо не только сердечные проблемы и денежные дела. Надо выигрывать выборы, управлять страной, побеждать на войне. Да мало ли проблем. Такие заказы на порчу-приворот будут похлеще и пострашнее любых других. Ведь они касаются всех нас. А приглашения на сеанс магии не будет. Мы все уже приглашены посредством интернета и телевидения. На самом деле очень трудно отличить, скажем, просто пиаровские действия той или иной группы, сопровождающей того или иного кандидата куда-то, от сенсорного внушения. То есть поддерживаться обязательно. Больше того, известно, что очень у многих политиков есть свои сенсорные группы поддержки. Не только на выборах, но и вообще в повседневной деятельности. Я больше того скажу. Я отлично знаю, что некоторые госдумовские фракции и комитеты, они пользуются услугами экстрасенсов и колдунов. Мне даже пришлось принимать в церковь нескольких таких ведьм и колдунов, которые пользовали некоторые весьма влиятельные госдумовские фракции, партийные фракции, комитеты и так далее. Трудно сказать, помогут ли каждому из нас сверхъестественные силы, но вера сильнее разума. И поэтому для одних маги, ведьмы и ясновидящие – это надежда, а для других – проклятие. Да все обращаются. И дворники обращаются, и учителя, и врачи, и министры, и политики. Это нормально. Магия была, есть и будет. Она испоком веков идет. Ее инквизиция даже не истребила. И все-таки есть ли доказательства существования мира тьмы и мира света? Или мы только вступаем в эпоху новых знаний, в мир биоэнергоинформатики? Может быть, наше невежество не в том, что мы по-прежнему верим в глупые суеверия и пустые предрассудки, а в том, что мы отрицаем существование чего-то значительного и бесспорного только потому, что не можем это явление понять и объяснить. Тогда разделение непознанного мира на черное и белое лишено всякого смысла. Слишком это просто и примитивно. На уровне нашего человеческого представления о мире, существующем вокруг нас, и мире, который заключен внутри нас самих. Продолжение следует... Почему-то снег я вызвать могу, а вот почему-то дождь я вызвать не могу. Значит, когда сильный ветер, я обычно могу остановить. То есть я могу только к литру. Это у меня получается. А вызвать ветер я не могу. В средневековой Испании с облакогонителем была такая колдовская специализация, долго бы церемониться не стали. Был в Турции, значит, в октябре. Там было, значит, человек 800. Что-то какие-то там только чудеса. А вот на этот раз не получилось. Ну что ж, бывает. Облака неподходящие. В любом деле бывают сборы. Тем более в таком. Станислав Зенин, заведующий лабораторией биоэнергоинформатики Института нетрадиционной медицины, относится к своим клиентам спокойно, и с теми сбор, при помощи которого он определяет экстрасенсорные возможности, не главное. Здесь все дело в методике. Теория памяти воды, несущей и хранящей информацию, настоящее открытие 20 века. К нам с 1996 года регулярно обращаются различные экстрасенсы, биоэнерготерапевты с просьбой определить их биоэнергетические способности. Мы разработали для этой цели прибор, который основан на очень простом свойстве воды, менять свою структуру под влиянием биоэнергетического воздействия. Мы фактически определяем силу его биоэнергетического воздействия. Очень высоких показаний не так много, это процента 3. Обыкновенный человек, если он будет воздействовать на воду, он может дать примерно 3-5 микроампер. Классический биоэнергетерапевт, который занимается целительством, то его масштаб возрастает сразу где-то от 20 до 40 до 80 микроампер. И есть такие рекордсмены, которые дают сотни микроампер изменения церковности воды. И даже чемпионы. У нас максимальный результат, который мы получали, это 7 тысяч микроампер. Абсолютная магия, потому что я не знаю, как оно устроено. Знаете, человек находится на уровне клавературы от компьютера и монитора, где он что-то как-то мутно видит. Может послать какой-то запрос, получить ответ. Но чтобы это взять в руки с помощью какой-то техники, пока нет. Вот влияние этого потока информации на живой или неживой объект, это регистрируется, регистрируется однозначно. Но что при этом происходит, как это происходит, нет, не получается, не фиксируется. То есть здесь только конечный результат. А поэтому, в общем-то, официальная наука часто к этому относится, как к идиотизму откровенно. Наука и церковь как на этого, не дай бог, не захочет. У нее два сына, старший учится медицинским. К профессии мамы оба относятся спокойно. Хотя, конечно, слегка стесняются и друзьям, наверное, не рассказывают. У меня, когда, в принципе, вот все началось, это в 90-х годах, муж был в ужасе. Честно, был в ужасе. Он слишком правильный человек, такой порядочный человек. Он, честно, был в ужасе, вплоть до того, что у нас даже чуть семья не разлетелась. А потом как-то свыкся. А потом, понимаете, это дело доходное. По-русски говорят, это доходное. Я работаю за деньги. А вот открывать свое ремесло соседям Марина опасается. Как говорится, от греха подальше. Так что вы можете не подозревать, чем занимается какая-нибудь Мария Ивановна с вашей лестничной площадки. Отличить, может быть, можно только по глазам. У них совсем другие глаза, чем у обычных людей. А еще можно их отличить, наверное, потому что они не хотят быть на виду. К сожалению, так сложилось исторически, что с тех пор, как правил миром молот ведьм, помнишь этот трактат, с тех пор ведьмы стали прятать. Люди, соприкоснувшиеся с темной стороной колдовства, рассказывают свои истории весьма неохотно. Вот и Веронике вспоминать об этом эпизоде своей жизни не хочется. Она согласилась поговорить с нами только лишь в надежде на то, что ее рассказ поможет кому-то избежать подобной страшной ситуации. Я познакомилась с Мухаммедом несколько лет тому назад. Он приехал в Россию учиться из Марокко. И через некоторое время мы поженились. Я тогда не знала, что у него на родине осталась жена и трое детей. Я очень удивилась, что она однажды приехала в Россию. Я встречалась с ней несколько раз. Она как-то странно, пристально на меня смотрела все время. А потом со мной стали происходить непонятные вещи. Я как будто куда-то проваливалась. Я не понимала, вдруг сплю я или это все происходит наяву. Все время какие-то были видения. Все материальные вещи вокруг меня, они как-то расплывались, изменялись. Улицы, дома, машины. Небо как-то переворачивалось. Мне такси. Все понятно. Все сработало. То же самое можно сделать какими-то магическими действиями. И вызвать таким же образом какую-то, скажем так, помощь от верхних сил. Внешних сил, как угодно это назовите. Нечеловеческих сил, скажем так. Магический шар из горного хрусталя, привезенный из Египта, делает действие более значительным. Правда, сами ясновидящие дамы честно признают, что многочисленная атрибутика больше нужна клиенту, чем самому магу. Хотя горный хрусталь испокон веков славился магическими свойствами. Анна, как и все после сеанса, уходит в смятение, не зная, верить во все эти чудеса или нет. Хотя вряд ли она откажется от попыток возвратить себе мужа при помощи магии. Иногда просто стоит поговорить от... И отговариваешь человека от колдовства. Потому что приходят верующие, ходят в церковь и все прочее. Но несовместима магия и церковь. Но это грех, честно. Приворот – это грех. Когда делается обычный приворот, полуграмотный, скажем, какой-нибудь тетушкой, претендующей на то, что она что-то такое имеет право сделать, то, что происходит. Чаще всего приносит фотографию, начинает туда наговаривать, тикать иголками, не знаю что. Что происходит с этим мужчиной? Он начинает болеть. У него начинаются неприятности на работе. Он чаще всего попадает в автомобильную какую-то, хоть небольшую, но аварию. Он может начать пить. С ним может происходить самые неприятные вещи. Но жене, к сожалению, в это время все равно. Она говорит, пусть плохонький, да мой. В то время как одни люди в постпересрочную эпоху искали помощь у магии, другие на этом зарабатывали деньги. Наташа стала работать в салоне магии не от хорошей жизни. Так сложились обстоятельства. О моральной стороне дела она не думала. Мы с моим мужем жили в Сибири. Он был военным, зарабатывал очень хорошие деньги. В советские времена было очень престижно выходить замуж за военного. Но когда началась перестройка, армия развалилась, зарплату платить перестали. И мой муж запил. А я со своей зарплатой музыканта, преподавателя музыки, естественно, нам денег не хватало. Как-то раз иду я по улице, встречаю свою подругу, знакомую. Мы зашли в кафе, разговорились. Она спросила, чем я занимаюсь. Я сказала, что ничем особенно. Она сказала, что она работает в салоне магии. Я очень удивилась, спросила, что она обладает какими-то экстрасенсорными способностями. Я сказала, что нет, просто она умеет выслушать людей, пообщаться. И все, собственно, колдовство. Через месяц она мне перезвонила, спросила, как мои дела. Я сказала, что никаких особых изменений нет. Она предложила мне поработать в салоне. К тебе на родину, вместе со своей семьей. Начало истории магии и колдовства, говоря современным языком, экстрасенсорики и биоэнергетики, теряется в глубине веков. Шаманы, волхвы, оракулы, астрологи, ясновидцы, маги, колдуны, ведьмы, ворожей. Богат и разнообразен отряд профессионалов по общению с сатаной и злыми духами. Сменяя друг друга под разными именами в разные времена и в разных землях, они перешагнули века. Некоторые ритуалы с элементами жертвоприношения живут и сегодня. И каждый из нас принимал в них участие. Проводы масленицы. Огненные колеса очищающего огня. Жертвоприношение, сжигание злой зимы. Блины, как жертвенный хлеб, в форме символа главного божества Солнца, Ярилы. Аналогия с магическими обрядами очевидна. В древнем-древнем мире, то там ведьмы, я думаю, не боялись совсем даже, а уважали и почитали, да, в более диких вот племенах тех. Почему? Потому что это человек, который ведал, который знал, который читал знаки судьбы, который рассчитывал, хорошая будет охота или плохая будет охота. Надо переходить в этот день со стоянки на стоянку, и нельзя этого делать. Потому что, если мы будем, мол, вот с этой точки зрения смотреть, ведун, да, ведьма, то это, в принципе, благо для человека, да, было. Потому что он сам боялся поверить самому себе, он верил тому, кто знал. Но вот пришло христианство и попыталось искоренить древние традиции, стереть в народной памяти образы старых богов и духов. Все, что не укладывалось с канона церкви, было объявлено ересью, которую следовало выжигать каленым железом. Вера превыше всего. Своеобразным манифестом охоты на ведьм стала книга, написанная двумя монахами-доминиканцами. Молот-ведьм не только подробно разъяснял богопротивную сущность и описывал мерзкую жизнедеятельность ведьм и колдунов, но предлагал также практические советы, как их распознать, разоблачить и уничтожить. Нельзя не указать, какую великую услугу инквизиция оказала человечеству тем, что уничтожила огромное количество ведьм. В течение 150 лет в Испании, Италии, Германии сожжены по меньшей мере 30 тысяч ведьм. Подумайте лишь, если бы все эти ведьмы не были истреблены, какое неимоверное зло они причинили бы всему миру. Восхищается проделанной работой инквизитор со страниц Молот и ведьм. Уважаемых в древнем обществе людей, колдунов и шаманов подвергли страшному остротизму. В новом христианском обществе им места не было. Но став изгоями, они не исчезли. Просто уходили подальше от селения, если успевали спастись от костров инквизиции. Борьба с ересью унесла сотни тысяч невинных людей. Обреченных на смерть Зенин, заведующий лабораторией биоэнергоинформатики Института нетрадиционной медицины, относится к своим клиентам спокойно и с тем, при помощи которого он определяет экстрасенсорные возможности, не главное. Здесь все дело в методике. Теория памяти воды, несущей и хранящей информацию, настоящее открытие 20 века. К нам с 1996 года регулярно обращаются различные экстрасенсы, биоэнерготерапевты с просьбой определить их биоэнергетические способности. Мы разработали для этой цели прибор, который основан на очень простом свойстве, свойстве воды, менять свою структуру под влиянием биоэнергетического воздействия. Мы фактически определяем силу его биоэнергетического воздействия. Очень высоких показаний не так много, это процента 3. Обыкновенный человек, если он будет воздействовать на воду, он может дать примерно 3-5 микроампер. Классический биоэнергетерапевт, который занимается целительством, то его масштаб возрастает сразу где-то от 20 до 40 до 80 микроампер. И есть такие рекордсмены, которые дают сотни микроампер изменения церковности воды. И даже чемпионы, у нас максимальный результат, который мы получали, это 7 тысяч микроампер. Абсолютная магия, потому что я не знаю, как оно устроено. Знаете, человек находится на уровне клавературы от компьютера и монитора, где он что-то как-то мутно видит. Может послать какой-то запрос, получить ответ. Но чтобы это взять в руки с помощью какой-то техники, пока нет. Вот влияние этого потока информации на живой или неживой объект, это регистрируется, регистрируется однозначно. Но что при этом происходит, как это происходит, нет, не получается, не фиксируется. То есть здесь только конечный результат. А поэтому, в общем-то, официальная наука часто к этому относится, как к идиотизму откровенному. Наука и церковь, как ни странно, иногда имеют весьма схожие позиции. В душепопечительский центр Иоанна Кронштадтского на Крутицком подворье приходят те, кто пострадал от демонских сил и чертовщины. В приемной всегда толпится народ. Среди пострадавших и пациенты магических салонов, и довольно часто сами маги. Маниаканно-депрессивными расстройствами, тягой к суициду страдают и те, и другие. Приходят и покаятся. Люди, которые вроде как связались с темными силами, демонами и бесами, но вовремя спохватились и теперь хотят вернуться к Богу. У тех, кого, как раньше говорили, бес попутал, приходится лечить и душу, и тело. Отец Анатолий не без гордости говорит, что сатанисты обрекли его на астральную смерть. То есть предали своей дьявольской анафеме. Так, отец Анатолий, я... ...дели подальше от селения, если успевали спастись от костров инквизиции. Борьба с ересью унесла сотни тысяч невинных людей, обреченных на смерть наветами и случайными обстоятельствами. Тест на связь с дьяволом был изобретен незатейливый, но весьма своеобразный. Человека сбрасывали связанным в воду. Ведь вода – символ чистоты и святости. В ней происходит таинство крещения, и она отринет любую нечисть. Выплыла – точно ведьма, пожалуйте, на костер. Утонула – жаль, истинная была христианка. Можно рассматривать магические практики как элемент язычества, то есть многобожие и вообще поклонение другим богам, естественно. Можно рассматривать их как некое дьяволопоклоннические практики. Можно, и церковь в определенные моменты исторического развития делала акцент на те или иные аспекты этих практик. Например, в Средневековье – это печальный опыт инквизиции, когда во всем усматривалось проявление власти князя тьмы, власти дьявола. Песня «Избавь нас, Господи, от всякого зла, даруй милостивого мира не нашу, чтобы силой милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения». Магический салон в центре города, в двух шагах от Старого Арбата. Никакой вывески. Здесь работает так называемая группа поиска. Сразу предупреждают – мы не ведьмы, чернухой не занимаемся. Это в смысле черной магии. В день сюда приходит полтора десятка клиентов. Гадание на картах ТОРО – полторы-две тысячи рублей. Сеанс ясновидения до трех тысяч. Поиск – удача в бизнесе – примерно по сто долларов. Большинство обращающихся за помощью – женщины. 90% просьб из области сердечных дел. Отворожить своего любимого, приворожить чужого, вернуть в семью, увезти из семьи, привязать навечно, снять венец без врача. Немногочисленный контингент – мужики с потерянными деньгами, угнанными машинами и утраченной удачей в бизнесе. И снова женщины. Вылечить сына, мужа, любимого от алкоголизма, наркомании, избавить от плохой компании, спасти от тюрьмы до суммы. Любой салон или центр совмещает в себе функции кабинета психоаналитика, наркодиспансера и ГУВД. Человек, который верит в магию, верит в силу колдуна, он уже настраивается психологически на то, что колдун может что-то с ним сделать. И действительно, такой человек психологически и духовно не защищен. Воздух пропитан ароматами благовония. На полках и на полу загадочные фигурки животных и непонятных существ. Предметы мистического назначения. Засушенные ящерицы, колдовские эликсиры. Весь этот антураж не может не производить сильнейшего впечатления. Своебразная психическая атака на человека, который и так не в своей тарелке. Если человек закрыт, не верит в чудодейственную силу колдовства, магия может и не сработать. Впрочем, скептики сюда заходят редко. Перед обрядом выкладывают книгу заговоров и заклинаний. Не вздумайте туда заглянуть, строго предупреждает колдуна. Мы не собирались. Ритуал черной магии требует использовать и этот страшный реквизит. Рисунок, как будто начертанный детской рукой, на самом деле изображение сатаны. На него лучше долго не смотреть. Какая проблема заставила вас обратиться ко мне? Вы знаете, я бы хотела быть с одним мужчиной очень сильно, но пока не получается. Я предлагаю вам на выбор 2-3 магии. То есть белая магия, красная магия и черная магия. Если вы хотите очень сильный эффект, то это черная магия. Насколько это опасно? Вы знаете, в принципе, если вы твердо решили быть с этим человеком и не бросать его, то это, в общем-то, не очень опасно. Если просто отомстить, поиграть, то это очень опасно. Хорошо, я согласна. Но, единственное условие, я не беру никакого греха на душу. Берет тот, кто заказывает черную магию. Я иду просто как посредник между вами. Марина работает по почерку неизвестного мужчины. Его фотографии под рукой не оказалось, но это не важно. Теперь он будет приворожен к этой женщине внезапной и необъяснимой для него страстью. Из 10 приворотов, 2 приворота, как правило, не получается. Ну, как бы там, с какой бы стороны не подходило, мне это все. Потому что у каждого человека есть ангел-хранитель. И как бы вы его не привораживали, да, то есть он его охраняет. Марина считает свою работу абсолютно честной. Если уместно говорить о честности в колдовском ремесле. По данным опроса фонда «Общественное мнение», в 2002 году каждый четвертый россиянин хотя бы раз обращался за помощью к экстрасенсам и ценностям. А Мухаммед уехал к себе на родину вместе со своей семьей. Начало истории магии и колдовства, говоря современным языком, экстрасенсорики и биоэнергетики, теряется в глубине веков. Шаманы, волхвы, оракулы, астрологи, ясновидцы, маги, колдуны, ведьмы, ворожей богат и разнообразен отряд профессионалов по общению с сатаной и злыми духами. Сменяя друг друга под разными именами в разные времена и в разных землях, они перешагнули века. Некоторые ритуалы с элементами жертвоприношения живут и сегодня. И каждый из нас принимал в них участие. Проводы масленицы, огненные колеса очищающего огня, жертвоприношение, сжигание злой зимы, блины, как жертвенный хлеб, в форме символа главного божества Солнца – Ярилы. Аналогия с магическими обрядами очевидна. В древнем-древнем мире, то там ведьмы, я думаю, не боялись совсем даже, а уважали и почитали, да, в более диких вот племенах тех. Почему? Потому что это человек, который ведал, который знал, который читал знаки судьбы, который рассчитывал, хорошая будет охота или плохая будет охота. Надо переходить в этот день со стоянки на стоянку, и нельзя этого делать. Потому что, если мы будем, мол, вот с этой точки зрения смотреть, ведун, да, ведьма, то это, в принципе, благо для человека, да, было. Потому что он сам боялся поверить самому себе, он верил тому, кто знал. Но вот пришло христианство и попыталось искоренить древние традиции, стереть в народной памяти образы старых богов и духов. Все, что не укладывалось с канона церкви, было объявлено ересью, которую следовало выжигать каленым железом. Вера превыше всего. Своебразным манифестом охоты на ведьм стала книга, написанная двумя монахами-доминиканцами. Молот-ведьм не только подробно разъяснял богопротивную сущность и описывал мерзкую жизнедеятельность ведьм и колдунов, но предлагал также практические советы, как их распознать, разоблачить и уничтожить. Нельзя не указать, какую великую услугу инквизиция оказала человечеству тем, что уничтожила огромное количество ведьм. В течение 150 лет в Испании, Италии, Германии сожжены по меньшей мере 30 тысяч ведьм. Подумайте лишь, если бы все эти ведьмы не были истреблены, какое неимоверное зло они причинили бы всему миру. Восхищается проделанной работой инквизитор со страниц Молот и ведьм. Уважаемых в древнем обществе людей, колдунов и шаманов, подвергли страшному астротизму. В новом христианском обществе им места не было. Но став изгоями, они не исчезли. Просто уходили подальше от селения, если успевали спастись от костров инквизиции. До сих пор страшные проклятия, которые остались в этих подземных квартирах ведьм, в подземельях Сухаревки, они могут иметь очень серьезное обоснование нынешний день. И как бы они могут давлеть над этим местом. Люди, которые этого не знают, проникая в эти тайны, в эти старые штольни, в эти заброшенные лабиринты, рискуют заболеть, в общем-то, неизлечимыми заболеваниями и получите древние Сухаревские проклятия, которые живы до сих пор. Сегодня найти учебное пособие по колдовству не составляет труда. Книжный магазин в центре Москвы. Раньше подобную литературу можно было найти только в исполнении подпольного самоздата. Теперь она открыта для широкой публики. Особый интерес у представительниц прекрасного пола. Можно познакомиться с жизнеописанием известных магов, чародеев и алхимиков. А можно сразу заняться практическим овладением ремесла. Вот, скажем, самое известное заклинание. Это абракадабра читается сверху вниз, справа налево и наоборот. При каждом звуке заклинания из бездны ада вроде как вызывается по одному злому духу. Это своеобразная графическая таблица духов и демонов. У каждого свой знак и предназначение. Текст еще одной ведьмовской песни. Понять здесь ничего невозможно. Быть может это искажен не древний восточный язык, а может быть просто набор звуков. Ведь сила заклинания не зависит от прямого смысла слов. Вложить в него магическую силу может только ведьма или колдун. Существуют сборники старых наговоров и заговоров, которые передаются из рук в руки, из поколения в поколение. Но считается, что настоящий маг может и сам сочинить заклинания. Кентакль, талисман или каббалистический знак для ритуала можно начертить от руки. Изображенный знак является условным выражением мысли или закона. Этот знак для злых начинаний. Этот для добрых. Так выглядит амулет, предохраняющий от опасности. А этот должен принести вам богатство. Магический кристалл приобретен в одном из магазинов. Здесь же страшные африканские маски для ритуалов вуду. Шаманский бубен вообще не вопрос. Чтобы оформить магический салон на дому, осталось только прикупить благовоний. Магнолия отгоняет страхи и тревоги. Тубероза опьяняет и возбуждает. Яланг расслабляет и дает ощущение счастья. А джигул и вовсе отгоняет ведьм и демонов. Да, забыли предупредить. Все это сработает, если вы добровольно продали душу дьяволу, или вы просто наследственная ведьма. Тогда у вас на теле есть соответствующий ведьмин знак. Ради моей пятной необычной формы, нечувствительная к боли. О своей колдовской силе никому не рассказывайте. А то в мгновение ока утратите ее. Нет знака, не отчаивайтесь. Деньги можно заработать и без тайных знаний. И никто вам не запретит принять участие в Вальпургевой ночи. В главном событии года для ведьм и колдунов. В ночь с 30 апреля на 1 мая. Ходили, приносили деньги. Я считаю, что бизнес есть бизнес. Как же отличить настоящего мага, если таковые есть в природе, от жулика и шарлатана, в существовании которых сомневаться не приходится? Для многих это прозвучит невероятным, но есть ученые-мужи, которые берутся проверить экстрасенсорные способности знахарей и биоэнергетиков. Или, говоря по старинке, колдовские способности ведьм и магов. И при помощи нехитрых приборов определить, кто из них мошенник, а кто реальный специалист. Своеобразная аттестационная комиссия на профнепригодность расположена в полуподвале Старого дома на Рождественском бульваре, у самых стен монастыря. В лаборатории биоэнергоинформатики, как ты сразу вспоминаешь, понедельник начинается в субботу с Тругацких. Помните НИИЧАВО? Институт чародейства и волшебства. В нелегких условиях выявляется колдовская сущность. Встретить здесь колдуна – плёвое дело. Некоторые салоны магии присылают сюда на проверку своих экстрасенсов. Опасаются обмана. Почему-то снег я вызвать могу, а вот почему-то дождь вызвать не могу. Значит, когда сильный ветер, я обычно могу рассмотреть. То есть я могу входит в ветер. Это у меня получается. А вызвать ветер я не могу. В средневековой Испании с облакогонителем была такая колдовская специализация, долго бы церемониться не стали. Был в Турции, значит, в октябре. Там было, значит, человек восемьсот. Что-то какие-то там чудеса мне. Значит, я побережу, вот, всё там, тысячи километров, я вот минут за десять раздеваю. А не то чисто просто. А вот на этот раз не получилось. Ну что ж, бывает. Облака неподходящие. В любом деле бывают сбои. Тем более в таком. Станислав Зенин, заведующий лабораторией биоэнергоинформатики Института нетрадиционной медицины, относится к своим клиентам спокойно, и с тем, что сбор, при помощи которого он определяет экстрасенсорные возможности, не главное. Здесь всё дело в методике. Теория памяти воды, несущей и хранящей информацию, настоящее открытие 20 века. К нам с 1996 года регулярно вращаются различные экстрасенсы, биоэнерготерапевты с просьбой определить их биоэнергетические способности. Мы разработали для этой цели прибор, который основан на очень простом свойстве, свойстве воды, менять свою структуру под влиянием биоэнергетического воздействия. Мы фактически определяем силу его биоэнергетического воздействия. Очень высоких показаний не так много, это процента 3. Обыкновенный человек, если он будет воздействовать на воду, он может дать примерно 3-5 микроампер. Классический биоэнергетерапевт, который занимается целительством, то его масштаб возрастает сразу где-то от 20 до 40 до 80 микроампер.